Для нормальных людей одна из удивительных метаморфоз российского массового сознания – его многолетняя патологическая фиксация на Украине. Среднестатистический россиянин готов часами говорить об укрофашистах, свидомитах, карателях, бандере, Азове, ВСУ, киевском режиме и так далее и тому подобное. Есть немало свидетельств того, как люди среднего и старшего поколения после просмотра российских теленовостей про Украину возбуждались до такой степени, что начинали бегать по дому, изрыгая проклятия в адрес украинцев, так что впору говорить о мании Украины – массовом психозе на почве телевизионной пропаганды. Подобная нездоровая фиксация на соседней стране свидетельствует о глубокой постимперской травме. Украинцы были слишком близкими, слишком похожими, чтобы Россия позволила им так просто уйти. На протяжении всех лет независимости украинская независимость воспринималась в России как недоразумение, анекдот. Само это слово русскими обычно произносится с ироническим подтекстом. Причем речь идет не об имперцах и людях-отсахи, а о самых широких слоях образованного класса, затаивших глубокую обиду на неразумного «младшего» брата, который дерзко отринул кровное родство. Эта обида в известном стихотворении Бродского на независимость Украины превратилась в неподдельную ненависть. Подобно Пушкину с его антипольской одой клеветникам России, диссидент и кумир либеральной интеллигенции Бродский здесь являет всю полноту уязвленного великодержавного сознания, которое он вывез из России вместе с памятью об имперском величии Петербурга. Но только ли в этом дело? Может быть эта страна буйно обиженных затаила обиду на что-то или кого-то еще? А вот сейчас вы об этом и узнаете. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на Patreon и BuyMeCoffee. И самое главное, не забывайте регулярно донатить на ЗСУ. Итак. В ревнивом, многолетнем российском внимании к Украине есть нечто большее, нежели ностальгия по империи. Постимперские фантомные боли переживали и Британия, и Франция, но никто из них не сравнивал себя с бывшими колониями. В случае России можно говорить о более глубоком психологическом механизме, о символической компенсации, переносе, проекции собственных комплексов и фрустрации на символическую фигуру другого. Это очень странный механизм, когда собственные проблемы и неспособность с ними справиться переносятся на других. При этом сама Россия для себя остается слепым пятном, отказывается от собственного действия и не видит себя. По сути, это классическое состояние ресентимента. Ресентимент. От французского «ресотимо» – негодование, злопамятность, озлобление. Чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач – врагом. Бессильная зависть. Тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к врагу, приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага. Субъект создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Первым о ресентименте написал Ницше еще в 1887 году. Но его слова по-новому зазвучали через четверть века, накануне Первой мировой, в 1912 году, когда монографию о ресентименте написал Макс Шеллер, немецкий лютеранин, перешедший в католичество. Человек трагического мироощущения, покончивший с собой в 1928 году. Он предчувствовал грядущие потрясения и фактически предсказал веймарский ресентимент в послевоенной Германии, из которого родилась такая фигура, как неудавшийся архитектор и художник Адольф Гитлер. Гитлер, как и семинарист-неудачник Сталин, это фигура из Достоевского, злобный и мстительный подпольный человек, дорвавшийся до вершин власти. Смердяков на воеводстве. Не случайно в своей работе Шепер обращается к образам русской литературы. Ни одна литература так не переполнена ресентиментом, как молодая русская литература. Книги Достоевского, Гоголя, Толстого просто кишат героями, заряженными ресентиментом. Такое положение вещей – следствие многовекового угнетения народа самодержавия и невозможности из-за отсутствия парламента и свободы печати дать выход чувствам, возникающим под давлением авторитета. По сути дела, Россия – страна классического ресентимента. С одной стороны, в ней век за веком воспроизводятся различные формы сословного рабства, от крепостного права до советского крестьянства, которому не выдавали паспорта и института прописки. Причем в государственном рабстве находилось не только тягловое население, но и привилегированные классы, включая дворянство, которое обязано власти титулами, поместьями и самой своей жизнью, не говоря уже о промышленном и торговом сословиях, чья собственность всегда была условна, зависима от прихоти власти. В этих условиях в обществе развивается чувство обиды, невостребованности и непризнанного таланта. С другой стороны, вот уже 300 с лишним лет, если отсчитывать от Петра I или без малого 500, если отсчитывать от первого столкновения России с технологиями пороховой революции при Иване IV, Россия ревниво копирует Запад, то и дело открещиваясь от этого подражательства. Феномен догоняющей модернизации и сохраняющиеся отставания от лидеров глобального мира по основным социально-экономическим показателям – благодатная почва для внешнеполитического рессентимента. Россия то видит себя в качестве золушки, несправедливо забытой мачехой и сестрами, то представляет себя как народ-жертву, который своим телом спасает мир от гибели, от татаро-монгольского ига или от фашистских орд. Это устойчивое свойство личности русских быть жертвой обстоятельств неоднократно подчеркивал философ Розанов, сравнивая их с евреями, у которых также силен комплекс народа-жертвы. Не случайно в России развита конспирология, фантазия о мировой закулисе, которая веками плетет заговоры против русских. Но все это лишь вариации на тему рессентимента, происходящего от неспособности изменить внешние обстоятельства, своего существования, от невозможности догнать Запад, преодолеть собственную провинциальность. Бессилие выливается в демонизацию противника, в создание вымышленной реальности, где Россия в одиночку противостоит всему остальному миру. Россия нулевых – яркий пример рессентимента, ставшего государственной политикой. Одним из главных пропагандистских мифов путинской эпохи, который начал активно раскручиваться едва ли не с первых месяцев прихода Путина к власти, стала теория поражения России, начиная с его плачевной песни о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, каковой был распад СССР, и заканчивая расхожим мемом о лихих 90-х. При здравом размышлении мирный распуск Советского Союза, в отличие, например, от взрывного распада Югославии, был не поражением России, а шансом для нее, сохранив основную территорию, население, ядерный потенциал и правоприемство от СССР, избавившись от затратного имперского балласта, совершить постиндустриальный переход, присоединиться к золотому миллиарду глобального Севера. Собственно, активная часть российского населения, включая всю правящую элиту и самого Путина, этим шансом успешно воспользовалась. Россия нулевых, оправившись от кризиса 1998 года, используя попутный ветер слабого рубля и растущих нефтяных цен, неуклонно поднималась с коленей, удваивала ВВП, вступала в ВТО, сотрудничала с США в войне с террором, но при этом для домашнего употребления тиражировался миф о геополитическом поражении, унижении и разграблении России мировым либерализмом и его ставленниками Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Мысль о поражении и чувство обиды на реформаторов и на окружающий мир стали удобным оправданием для социальной пассивности и паразитизма путинской эпохи, совпали с глубинной российской склонностью к рессентименту. Как заметил историк Михаил Ямпольский, все российское общество от Путина до последнего стрелочника в равной мере является носителем рессентимента. Для Путина его истоком является непризнание его и России равными и уважаемыми игроками на мировой арене. Для стрелочника – беспомощность перед лицом полиции, чиновников, судов и бандитов. Рессентиментные фантазии власти в какой-то момент вошли в странный резонанс с рессентиментными фантазиями обывателей. Современный российский рессентимент делится на два слоя. С одной стороны, есть умело сконструированная политтехнологами и провластными аналитиками тема унижения России Западом. И это при том, что Запад пытался интегрировать Россию в свои институты, предлагая ей привилегированные условия партнерства как с НАТО, так и с ЕС, в то время как униженная в кавычках элита спешно приобретала за нефтедоллары западную недвижимость, гражданство для своих семей и образование для своих детей. Но Россия в целом не воспользовалась открытым окном возможностей, продолжая твердить мантру про обиду и унижение, и раздувая войну НАТО в Косово в 1998 году до размеров вселенской катастрофы. Операция «Союзная сила» действительно была поспешным, непродуманным и неправовым актом. Но она не была направлена непосредственно против России, и уж тем более эта ошибка Запада не дает России право строить на ней свою внешнюю политику по принципу «Западу можно, а мне нельзя?» Внешнеполитическое мышление Владимира Путина, как следует из его валдайской речи, произнесенной на заседании Валдайского клуба в Сочи 24 октября 2014 года, полностью вписывается в парадигму уважения и унижения. Но точкой перелома, очевидно, была осень 2004-го. Сначала теракт в Беслане, в котором президент Путин неожиданно обвинил некие необъявленные силы за спиной террористов, которые хотят урвать от России куски пожирнее, явно имея в виду Запад. А затем была оранжевая революция в Украине, в которой Кремль прямо обвинил США, якобы стремящиеся ослабить Россию, оторвав от нее ключевого партнера. Упорное нежелание Путина видеть реальные силы и процессы, приведшие к Беслану и к Майдану, то есть крах поддержанных Москвой кланово-олигархических режимов на Кавказе и в Киеве, стремление все свалить на происки США – это типичный ресентимент, попытка перенести собственные неудачи на фигуру внешнего врага. С другой стороны, существует и массовый ресентимент широких слоев населения, не сумевших адаптироваться к новой рыночной реальности, глобальным потокам финансов, информации, образов, мигрантов, технологий и вымещающих свою обиду на российских либералах и реформаторах. Выразителем настроений этих слоев служили многие партии – от КПРФ до Родины и Справедливой России, но полнее всего их представляла ЛДПР Владимира Жириновского, которая очень точно сформулировала лозунг российского ресентимента – «За русских, за бедных». В этом броском слогане обида русских постулируется как аксиома – никто не объясняет, почему русские бедные и чем они беднее, скажем, таджиков, молдаван и прочих попутчиков по постсоветскому транзиту. Из подростковых комплексов власти, детского разочарования элиты в Западе и социального инфантилизма населения, родился миф об украинском фашизме. Ресентимент требовал объекта для символической мести. За многие годы шельмования условный Гайдара Чубайс уже приелся. Болотная была разгромлена, Америка казалась далеко, и тут случился Майдан 2014-го. Украина во второй раз за 10 лет посмела ослушаться старшего брата и попыталась выбраться из патерналистской парадигмы на путь буржуазно-демократической революции и европейского развития. Ответом стал консолидированный российский ресентимент, в котором слились неудовлетворенные амбиции Кремля и ревность старшего брата. Украина была объявлена предателем, и это предательство казалось тем более обидным, что украинцы считались своими по крови, ближайшими в славянской семье. Изобретение украинского фашизма – дьявольский триумф политтехнологов, которым удалось создать миф о бандеровцах, карателях и киевском режиме, внушив его большинству населения посредством телевидения. Характерно использование российской пропаганды образа фашизма как синонима абсолютного финального зла, окончательного расчеловечивания противника. Фашизм в российском дискурсе обладает универсальной ценностью. Вся новейшая российская идентичность построена на идеологеме победы над нацизмом. Война России в Украине – это пример антиполитики, чистого негативизма, основанного на чувстве собственной ущербности, компенсации комплекса неполноценности элиты по отношению к Западу и населения по отношению к обстоятельствам собственной жизни. Власть не может изменить роль России на международной арене при помощи мягкой силы, качественного экономического роста, добиться уважения и признания партнеров. Подавляющее большинство населения, запертое в рамках восстановленной Путиным сословной системы, также не в силах выйти за пределы государственного патернализма, по сути сословного рабства и социального паразитизма, синдрома выученной беспомощности. Символической компенсацией стало создание вымышленного врага в лице Украины и вымышленных побед, аннексии украинских областей и объявлению их своей территорией. Но по сути путинское так называемое СВО стало маршем проигравших. Это последний парад сил, потерпевших историческое поражение. Ирония ситуации еще и в том, что выдуманные рессентиментные обиды становятся реальностью. Россия так усердно вызывала духов конфронтации, что в итоге получила серьезные санкции, которые сказываются на экономике и уровне жизни. Не так сильно и не так быстро, как нам хотелось бы, но все же. Российские геополитики так красочно пугали россиян сказками о расширении НАТО, что в итоге добились значительного расширения Североатлантического альянса. А Путин так долго и демонстративно обижался на Запад, что тот наконец ответил ему взаимностью, сделав президента России изгоем мировой политики. Рессентимент – это замкнутый круг, порождающий враждебное окружение. На обиженных воду возят. В перспективе неизбежно столкновение России с реальностью. Исцеление от пустых амбиций, придуманных обид и комплекса неполноценности. Примирение со статусом страны небольших доходов и скромных возможностей. Понимание того, что нет никакой глобальной войны с Западом за ресурсы, а есть лишь желание Запада видеть Россию стабильной и неагрессивной, пусть даже и с авторитарным президентом. Однако с каждым днем тают надежды на то, что извлечение России от постсоветского ресентимента не окажется столько же мучительным и кровавым для всего мира, как исцеление от веймарского ресентимента для Германии. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где есть множество дополнительных видео. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры сделал DimaTorzok